жарко во всем привет ярослав смотрите какая ситуация давайте я просто не помню по какому порядку я там что-то выписывал напоминайте мне какие темы я сам сегодня хотел сюда впихать я их для того в том числе чтобы себе напомнить пишу поэтому поэтому вы напоминайте мне сейчас самостоятельно я взять не могу мне один телефон обычно их два а то и больше сейчас один почему потому что находясь в халли-гале костян рад тебя видеть находясь замечательном городе тари но кстати кость в гостях приезжал я к человеку который представляет в италии starline ну помимо своей похожей деятельности связанной с электроникой кстати говоря костяк ты здесь сюда так витебские перевозчики сидят в одессе 24 февраля не могут уехать и фуры прячут ну игорь госман к сожалению такова силами такова силами конечно здесь сейчас эти покажу у меня там есть для тебя пакетик я не знаю сейчас или нет извиняюсь что пропал из кадра надеюсь что это ненадолго дай ненадолго покрашу сейчас как-то вот смотрите это подарок костяну вот европейских партнеров так сказать тут всякие схемки обходчики видишь от меня запечатано потому что не доверяют не доверяют понимают что я по старой памяти могу что-то и так сказать присвоить себе но это какие-то прикольные тоже да ну спасибо можешь написать ему это знаешь наверно да кто итальянский партнер привет gt4 всем кто здоровался персонально со всеми здороваться не могу это это отнимет много времени и потеряется смысл в стриме кость смотри какая ситуация вот это вот помнишь да эту всю штучку это все поеду устанавливать ближайшие дни анамотик это там антенна получается и охранная система так она называется называется она magic system это питерская контора они не давным-давно уже подарили на мотик всякие вот такие вот заморочки вот такие и они лежали эти все заморочки у меня в в автомобиле вот они там всякие брелки обходчики тоже там активаторы маяки тут на маяков у меня тоже несколько ведер имейте ввиду помимо маленьких вот которые здесь кстати очень прикольная тема он сам маяк то где он он вот он вот он и у меня к нему есть две два оповестителя но две метки они вот они маленькие такие привет авто и лет ну и вся вот эта конетеля вторая метка вторая метка и помимо этого сам маяк вот так выглядит не такой уж он и маленький но и большим его тоже не назовешь в принципе в мотоцикле спокойно можно спрятать особенно в таком как адвенчур показывать конкретные места куда спрячу естественно не буду хотя да не не буду не буду и это не самое крутое что есть я еще хочу какое-то ближайшее время поехать и помимо вот этих вот всех сейчас давайте камеру как наведу так получше помимо всех вот этих охранных систем я хочу еще поставить о кстати хочу попробовать и аир так и так его и не пробовал действия говорят что есть много заморочек и минусов смотрите какая тема у меня есть то есть это 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 две это от него переходник тоже знаешь да что это такое да замок на тормоз у меня здесь лежит я его тоже поставлю но честно говоря смотри кость по поводу замка на тормоз для такого мотоцикла как у меня для гуся уже там с восемнадцатого года с даже с каких-то четырнадцать годов этот замок он большой если честно не имеет по большому не имеет смысла эти мотоциклы не катит у них есть блокиратор руля также как и у машины то есть он защелкивается в крайнем левом положении и можно его беги ну помни ты бежишь по кругу если катить при этом у него есть штатная сигнализация которая орет и у него есть давайте сейчас на себя направлю чтобы не гнуться перед вами я к холопу и у него есть соответственно сложная система прописки ключей то есть в мотоцикл в гс не пропишешь ключ путем подсоединения куда-то да то есть это надо вытаскивать блок там сверлить скорее всего какую-то дырочку то есть это обычно выглядит так этим занимается обычно ярик но он у меня этим занимается пять лет вот пять лет мне ярик на rr нет не на рр на что я ему там отдавал самые первые мозги возможно на рр вот пять лет он никак не не прошьет рр я уже рр этот продал знаете я река что вот он хороший специалист честно хороший специалист очень но как и многие электронщики он сильно зависит от эмоциональной какой-то от эмоциональной обстановки эмоциональная привязка знаете и несмотря на то что он действительно очень хороший специалист я думаю что в плане именно спецподготовки не обижайся кости я думаю что он и будет по продвинутье чем кости и чем многие другие если не все другие люди которые из этой сферы причем даже самые профессиональные привет юра кстати говоря тоже которых я знаю а знаю я ну весь можно сказать цвет так сказать защиты от угона ну я понимаю я еще не знаком с агалаков да зовут мужчину кость который а отписка слушай но если кость вот если честно если помножить твою харизматичность и трудоспособность на яриковские технические знания потому что ярик ну действительно самостоятельно изобретает некоторые системы и эти системы очень хорошо работают он молодец в этом отношении просто есть притча до талантах которые не надо зарывать землю поэтому при всем своем уважении к техническому на технической подготовке искреннему уважению технической подготовки ярика я в то же самое время с грустью с печалью должен констатировать что его обязательность и его трудоспособность и даже вера в себя они находятся в области даже не то что не доработки а вообще просто где-то там в сарае за такими ненужными вещами как не буду короче говоря в общем очень все долго до сих пор находится у ярика несколько моих модулей совершенно легально которые надо было прошить и надо прошить из которых мне нужны некоторые уже началась война и идет два месяца уже до этого прошло несколько лет уже скрамблер надо прошить знаете и и нет ладно в общем да я тоже конечно там увлекся всей этой войнушкой и вместо того чтобы постоянно звонить ярику а наверное наверно так надо было делать я не знаю то есть но я занимаюсь своими делами туда не даже не делами а какими какой-то войной я думаю пора это прекратить я надеюсь и вы будете за это молиться тоже пускай они горят ярким ярким каким там пламенем горят бесы вот эти все злопыхатели просто какие-то любители пообщаться на тему того у кого там чё по жизни там и ну вот эта всякая залупа короче говоря смотрите очень интересная тема это камеры это камеры вместе с регистратором и у итальянского представителя в том числе старлайна у него есть своя свое направление основное это камеры и дроны и по поводу камер то есть ну камеры вот такие то есть это одна из таких хороших топовых моделей они по-моему малазийские или какие-то тоже азиатские но тем не менее там тоже есть градация я думаю можно будет сделать обзор если это будет интересно ставишь вот такие да смотри они вот этот блок он везде одинаковый он называется мвр г-1 а сама вот эта начинка то есть сами камеры они разные вот эти прям топ они а дремай дремай что-то там такое надо посмотреть у меня от них нет анбоксинг на слушай да неплохо было бы заморочиться с анбоксингом кость на самом деле смотрите я думаю что неплохо было бы вообще помножить какие-то технические знания и некоторую специфику направленности на моей именно да то есть ну и многих моих зрителей тоже помножить ее на возможность технического воплощения которая сейчас предлагается достаточно широко и единственная причина по которой все эти технические новинки они не в широком обиходе и ими не пользуются люди с как говорил кондрашов если смотришь андрей привет тебе с разных сторон баррикад ну я думаю поменял давно свое мнение на эту тему я это давно было это было там шесть лет назад я впервые когда в интернете конечно общался с андреем я считаю никаких баррикад вообще нет и быть их не может есть просто специфика работы специфика работы и последствия которые с этой работой связаны то есть установщиков болит поясница вот таких как костя потому что много приходится ковыряться с синей изоленты у похитителей машин иногда болит попа потому что по ней бьют дубинки милицейские так далее еще хуже вещи бывает происходит ну и и так далее всего есть последствия поэтому воспринимать каких-то других людей как более достойных тех последствий которые они получили мне кажется это низко и глупо камеры регулировать нужно на авто или на машине особенно если делать круговой обзор да они есть кругом обзор кстати очень интересная тема с круговым обзором и с привязкой к автомобилям у у этого парня из италии у него есть такая как это сказать есть такие сложные модули которые действительно там круговой обзор все вот это вот который выводится на android я эти камеры тоже могу на android вывести просто мне куда на мотоцикл ставить android я поэтому и хочу во первых есть несколько нюансов установки именно на мотоцикл я их хочу именно сделать нормальный свет нормальный нормальную картинку привет марк и в гараже с этим парнем хочу чтобы вместе мы собрали сделали такой обзорчик воистину воскресе лёха кто недавно присоединился христос воскресе походит концу светлая седмица слава богу все 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 упование христиан но вот сейчас именно сейчас происходит никогда раньше потому что для бога нет времени именно сейчас происходит и христос воскресе зубные зубные импланты да конечно кстати не знаю по поводу подорожали ладно сейчас вернемся к этому давайте по поводу короче говоря хочу поехать в италию и я думаю что эти поездки они будут ну настолько частыми насколько это вообще возможно в отношении меня с гражданина все-таки еще российской федерации и с российским паспортом насколько это все возможно в условиях вот этой русофобии и много-много-много-много другого да то есть ладно русофобия там по большому счету меня не заботит что думают обо мне люди я и сам не сужу о себе ибо хотя ничего за собой не знаю но тем не оправдываюсь я же мне один господь это слова апостола петра и из одного из послания секундочку отчать придется вас иногда переключать я как переключать а буду просто буду камеру поворачивать чтобы вы никуда попала смотрели осмотрели бы вы на на какие-нибудь он не знаю вот кстати на правах но не сказать рекламы ну на правах все-таки пользования собственного промосад это маяк с магнитами я тоже хочу несколько моментов уточнить я буду уточнять еще я надеюсь что просто надо будет дифференцировать и проговаривать отдельно там выпуске в каком-то отдельно посвящать например законодательству европейскому она отличается законодательства российского белорусского казахского и так далее за защитники вообще сейчас сейчас кролика покажу смотрите он боится меня бедолага он так меня любит сейчас виднее в маску ушу прижал просто не видеть его да он видно кровь 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 заяц сейчас я принесу его он боится для него это неожиданно он еще совсем маленьким на самом деле совсем еще ребенок ему чуть больше месяца так вот вот такие маяки такие средства слежения они запрещены но по крайней мере в италии точно просветили я думаю что на францию тоже из-за наличия магнита то есть если привет нос если вас задержат жандармы или карабинерии в европе не знаю как насчет немецкого законодательства я думаю что кто-то подскажет здесь я думаю есть немцы если вас задержат с таким прибором которые на магните будь он такой или вот еще есть такого плана я кстати ни разу не пробовал надо пробовать вот такой gps tracker не знаю как он даже называется protective car security make your family safety у него нет даже по вопрос называется tracker tracker называется tracker это очень крутая фирма tracker use gps gsm модуль check by pc mobile phone шоколором function бла 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 а шоколор функция интересная тема то есть он включается при я думаю этого многих надо просто активировать и у него тоже есть магнит достаточно мощный хороший его из этого покупал покупал его для того чтобы дальше их использовать в своей непростой работе называется вот написано на е5200 автофон так юра ты может быть не видел во первых где он в разы меньше то есть нормальный автофон он вот он вот это есть автофон это топ автофона это автофон промо сад до мусора такие вешать все верно это автофон автофон промо сад 1000 next то есть это есть еще час какой-то спать жить там еще с какой-то канителю то есть это вот это вот это ребят вы у меня в руках это топ отслеживание это топ слежения топ среди трекеров то есть это такой супер трекер это и есть автофон до то что он не больше спичного коробка юр это хорошо это хорошо если ты его запихнул в машину внутрь то есть и тебе для того чтобы его положить туда или забрать оттуда надо тогда его вытащить из машины батарея его естественно маленькая то есть вот это все вот это чтобы вы понимали то есть все это пространство это как он тут открывается на этот разве сейчас не стану тем более браслет даже собой не взял ну вот вот что лучшее есть из автофона это никакой не не что-то новое то есть это лучшее что есть больше 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 его большую его часть этой коробки она больше часть занимает батарея соответственно и при этом хватать ее все-таки на так уж надолго не хватает просто чтобы вы понимали уж такую вещь скажу страшную да как признательные показания у меня парочка таких стоит да есть здесь по европе я смотрю за ними так что имейте ввиду появитесь там где вас будет удобно поздравить с тем что мы встретились я обязательно встречу вас вы что а по поводу трекера то есть а этот получается magic system magic system он вот такой вот маленький он больше спичного коробка тем не менее считается очень даже здоровским трекером насколько я понимаю по поводу того трекера которым ты говоришь юра я понимаю что тут за трекер здесь есть такие аналоги они стоят там по 50 по 60 евро их на холодильнике вешаем и когда надо там с холодильника снял воткнул да он действительно держит две недели но это режим работы погода и так далее то есть промо сад и это это все равно что игрушечный самокат и ferrari разница очень большая ладно я думаю к этому будем еще возвращаться я думаю что стоит вообще делать отдельный обзор на все эти промо сад и на все эти товары с пометкой естественно чтобы не заблокировали канал что это на территории тех стран где это не запрещено законодательством помимо этого я считаю что очень интересная тема это дроны и я думаю что дроны я думаю что дроны стоит как это сказать к дронам стоит приглядеться посерьезнее к дроном стоит приглядеться повнимательнее почему потому что дрон это необходимая сейчас вещь я считаю а чё нас так мало то есть сегодня просто день какой-то сегодня может играет какая-нибудь команда да я очень позагорел игре да да костик я об этом и говорил мне там сигнализация наступать извиняюсь потому что у меня на одном из объектов идут строительные работы и показывает бухают праздник ну я обычно всегда по субботам выхожу просто один раз не вышел решили ну и ладно небольшая проблема посмотрят записи что у нас какая в общем что самое интересное да там из технического контента то есть нас ждет я думаю что стоит по привет евгений в сибирь я считаю что стоит приглядеться к дронам во первых потому что даже для того чтобы посмотреть какой автомобиль например стоит ну вот здесь в каннах или в ницце может быть скоро же какой родительский день а родительский день а родительская суббота коронавчатся есть а слышали я по таро да слушай меня честно говоря не сильно я знаю про портал то есть если надо ну действительно надо кому-то что-то узнать там по таро или связаться то действительно с какой-то важный с каким-то важным моментом это вот то есть мой близкий это ну соответственно через одно рукопожатие да то есть до таро через одно рукопожатие и вот прямо сейчас данный момент и поэтому если возникнет какая-то необходимость дотянуться то ну нет проблем просто я бы честно говоря не хотел свою какую-то жизнь или а второго родительский день спасибо ток надо тоже сходить родительский денешь 2 числа родительский день что за родительский день то есть но где-то когда поминают родители это имеется ввиду просветить у меня спасибо ловиса полосу о да я не знаю не знаю ничего в этом честно говоря не особо интересуюсь если честно то для меня ну тарел а потасовочка не не знал не знал на кладбище все спасибо вот да вот это меня гораздо больше интересует да я схожу на кладбище в конце концов потому что а второго числа а сейчас получается 30 понедельник какое число 1 до получается или нет интересно как мусора могут на этом подлоить да да я понял да спасибо ребят спасибо спасибо макс смотрите по поводу дронов то есть чтобы не отвлекаться от темы то здесь например все дома в основном частные те дома которые ничего я просто не хотела вид из окна показывать то есть у меня здесь закрыты ставни потому что просто здесь в постоянном режиме включены две городские камеры одна с одной стороны дома другая с другой не не ну я приезжал в россию до в россии на кладбище я приезжал было дело в прошлом году по поводу по поводу камер и по поводу дронов при таком раскладе куда-то лезть и физически смотреть это настолько сложно и настолько ну неоправданный риск что дрон это как-то само собой разумеющееся решение по поводу регистрации дронов немножко не так выглядит дроны регистрируются ну после каких-то технических характеристик это подлежат обязательно регистрации это достаточно серьезные характеристики то есть на диджайках на этих летать спокойно можно проблема в чем во у них у всех есть флайк контроль спасибо димон лет земляк долгопрудный город рудный у всех у них есть флайк контроль ограничения то есть у них есть флайфлой или как они зон это специальные участки которые заложены в память устройства во внутренние карты навигационные которые не позволяют летать над определенными объектами эти все участки они добавляются по мере их признание таковыми они добавляются при отказ вместе с обновлениями то есть вы получаете вот это говно и вместе с обновлением вы обновляете свою диджайку и вместе с обновлением вам приходят еще несколько запретов на посещение определенных мест определенных достаточно больших я с вашего позволения купца не знаю видно что это прям купец хлеба но с сухофруктами вам что вот так вот положу вас до на друг ну вот так чтобы не знаю на гантели хотите смотреть или хотите смотреть на агент или на кролика кроль иди ко мне боится бедолага папа не похож сам на себя кролик зайчик не нормально я теперь каждый день хожу местами и бегаю в гору и там еще делаю дыхательные упражнения антох можешь посмотреть в инстаграме если подписан есть не подписан подпишись в инстаграме сегодня бабайка делал упражнения с реверсивным дыханием спасибо привет виталик и мы это упражнение делаем каждый божий день то есть мы каждый день встаем ну кроме воскресенья воскресенье мы едем в храм и поэтому мы молимся ой потягушечки не видно вам ты мой маленький кролик а инсту же вас подключали да крольчатина вот так сделать чтобы вам просто стол было видно это костик он сожрет сейчас твою эту фигню сигает он вообще вам смотрите это еще ладно он сигает там 6 в 10 раз больше чем собственно его чем собственно его размер ваше здоровье ferrari давайте продолжим мне даже так хорошо без маски сидеть если честно я вообще с удовольствием вообще без маски вещал и пускай охоте действительно закомплексованы очень несколько лет и не показываю вам свое лицо потому что мне стыдно что такой страшненький уже бы привыкли но нельзя нельзя жаль на самом деле по поводу дронов вместе с прошивкой диджай да и другие производители инсталлируют свои дроны вот эти карты с запретом определенных полетных зон соответственно вы не сможете полетать над не знаю поэтому специально люди изготавливают вот такие спортивные дроны вот как этот человек изготавливает о котором я говорю это да не это же не федина вы какая федина бмв у феди же ламборгини я тебя понял да и гонцентрично меня интрига канала не настолько там парит то есть если у меня было желание какой-то свой артистизм показатели кого-то заинтриговать я думаю я с этим справился бы гораздо удачнее из гораздо большим количеством подписчиков и так далее мне просто это скучно и совершенно не хочется этого делать я считаю что канал он нужен для на самом деле больше для технического контента и на самом деле некоторая ошибка не сказать мне кажется некоторый ронг вей то что я начал вообще пытаться донести ну напихнуть вот эту сову на глобус к сожалению просто мне-то казалось что это все совершенно ясно и люди как раз нуждаются в том чтобы им открыли глаза но нет люди любят жить закрытыми и я сейчас это вижу как никогда раньше отчетливо вот связи с этой войной и с ситуацией которая происходит и и причем удивительно что закрыты глаза даже у каких-то людей которые которые всегда создавали о себе впечатление людей с альтернативным взглядом со взглядом который ну который достоин называться собственно мнением и так далее и вот сейчас я с с огорчением вижу что эти люди даже они несут такую жесточайшую дичь и причем с таким умным видом что что даже становится как-то страшно жить или думаешь просто зачем это все нужно я понимаю что это чувство оно знакомо практически каждому человеку просто мне нет мне не знакомо я никогда об этом не думал что да зачем это вообще все нахер нужно а вот сейчас глядя на это все вот именно с усугубившись а я думаю это никто не будет отрицать что ситуация она относительно любой любого исходника она усугубилась просто в мире кратно вот смотря на усугубившую ситуацию даже вот у меня сейчас такие мысли иногда возникают что а нахер тогда вообще все это надо вот и поэтому что я считаю что зря не надо метать бисер перед свиньями сказано было уже давно пытаться сделать из себя какое-то лицо которое умнее чем чем слово божие вообще не стоит да и да об этом говорит и вся окружающая жизнь знаете есть даже целый рассказ левша да даже повесть это левша знаете она как раз об этом вот об этой истерике об этом страхе о том что вот вы что с ума сошли не надо чистить оружие кирпичом мы проиграем войну и на самом деле все равно никто ничего не проигрывает да все идет своим чередом все по милости и воле божьей происходит и и к удовольствию и выгоде всех нужно сторон как это сказать завершается ну в моменте поэтому вот и поэтому все эти глаз и вопиющих в пустыне а тем более от моего лица ну такое себе поэтому я считаю технический контент вот надо делать и по поводу закрытого лица оно вот как раз из-за того что есть технический контент и есть люди которые со мной общаются и которые еще будут общаться я в этом уверен и вот для того чтобы не отпугивать этих людей излишней публичностью я пожалуй так и оставлю лицо закрыто хотя честно говоря надоел надоел и изначально не нравилось так что еще ну не мы же ее устраивали эту войну да как да она любая ситуация на самом деле как проявитель Сергей блять хватит жрет маяк сука жрет маяк отправьте это вон как она называется в автофон пускай видят грабер или в политике начал разбираться у него свое мнение о Путине появилось не приставай грызи костюм конверт как шукер проживает не знаю он же остался в Польше 3 числа да родительский день хорошо ладно что о чем поговорим смотрите чиферит кролик чиферит делайте скрин о Костян special for you кроль отставим кроль в общем что по поводу технического контента все ясно да нас ожидают большую большущие богатейшие всякие обзоры на эту тему я обязательно буду искать и машины нормальные по поводу дронов давайте попробуем да magic rabbit magic scott's rabbit по поводу дронов здесь например на лазурном побережье да и во многих местах где стоят такие машины как ferrari ламборгини или как она сейчас называется фидергини уже у меня плотно ассоциируется теперь ламборгини с с бывшим другом ух ладно по поводу машин хорошие стоят машины действительно стоят машины которые хорошо продаются но но их местонахождение никак вы не увидите потому что выезжают на них не так часто на самом деле богатые люди люди достаточно по моим наблюдениям достаточно несчастные люди гораздо менее свободные чем чем большинство обычных людей да даже при учете что им на работу приходится ходить и так далее люди очень замороченные и все эти замечательные машины они в основном стоят то есть они покупают себе все эти ferrari и ламбы и многое многое другое не для того чтобы этим пользоваться а для того чтобы это это я даже не знаю для чего да то есть да да в европе на Ниве ездят я снимал недавно здесь в каннах ездили какие-то ребята возможно русские из германии дойч на русские номера в общем для того чтобы увидеть где стоит эта ferrari от которой надо сделать милость и избавить ее владельца я считаю это прям чем-то вполне само собой разумеющимся и правильным потому что эти люди действительно некуда девать деньги а просто так им отдавать их ну тоже это значит совсем уж в верность в уныние и перечеркнуть законы по которым они жили до этого да потешить его вот чтобы они потешили его в следующий раз чтобы в их жизни появились хоть какие-то действительно сильные эмоции когда они вышли и вместо своей ferrari увидели круги от дронов на пыли золотой которая вокруг этой ferrari лежит для этого нужен дрон для того чтобы понимать где что находится нужен дрон то есть либо нужно много времени лазить по горам смотреть опять же с оборудованием это делать нельзя Олег хорек убежал давно уже он я думаю что в гораздо более ну хочется верить в это что что его не сожрала какая-нибудь хищная птица или лиса и что он где-то спокойно себе живет в Польше среди множества других похожих на него хорьков у меня вон смотрите заяц пока разве не милый а вырастет будет много мяса еще если что можно его съесть замечательный же друг которого можно съесть если что консерва младший семейник младший семейник да освободить от феррари ну слушайте на самом деле Виталий я считаю что преступления они не только уместны но они необходимы не может быть мира без преступлений и без всего того что в нем творится не может быть мира мир он на самом деле показывает чудо баланса он совершенно чудесным образом уравновешен и даже тот ад который сейчас происходит обязательно для чего-то нужен не может быть иначе потому что если бы это было хоть на йоту иначе этот мир в тот же самый миг прекратил бы свое существование просто по ну по характеристикам которые мы можем видеть любой из нас и анализировать может любой из нас потому что планета висит среди других планет целым рядом вместе действующих обстоятельств притяжением к другим планетам чистотой вращения возможностями возможностями которые дает нам наша атмосфера которая создана в свою очередь тоже вот эти потягушечки которая в свою очередь тоже создана привет гуайт бельгия рядышком соседи привет соседи одни соседи у меня и в долгопробном соседи и в бельгии и во франции и в италии все люди братья ну в общем я о чем хочу сказать что если хоть йота она изменится даже в том положении в котором находится сейчас земля если земля она чуть-чуть поменяет даже свое местоположение относительно оси то это с большой долей вероятности практически однозначно оно приведет к вымиранию всего живущего на ней на этой планете к вымиранию всех наших телес и поэтому поэтому вот как бы вот на такой ну как не знаю вот на такой вот балансируют планки вот и поэтому все что есть и все что кладется и с этой и с другой стороны планки это все совершенно законно и с любой точки зрения вымирана по другому не может быть и насколько бы ужасно нам не казалось в моменте и не являлось для нас в моменте то что происходит с этим ничего не поделать оно есть и по поводу Феррари то есть я считаю нечто совершенно нормальное и вот в этой градации находящейся не с самого края где вот ее так перевешивают в моменте да а прямо вот где-то вот здесь вот украсть Феррари оно вот прям где-то здесь то есть оно прям вот прям ну прям оно помогает балансировать оно прям вот то что надо потому что потому что эти люди купили себе машину для эмоций они испытают сильнейшую эмоцию когда выйдут и ее там не увидят сильнейшую эмоцию испытают поэтому они получат именно то чего они и собственно ждали за что они и платили вот столько горошка они получат вместо своей машины я считаю это хорошо и правильно выпьем же за это во славу Божию но для того чтобы обнаружить такую возможность для себя сбалансировать окружающий мир и сделать его чуточку правильней и лучше для этого нужно конечно же иметь дрон да хватит уже жрать все что не приколочено кролик для этого конечно нужно иметь дрон потому что потому что в противном случае вы эту Феррари просто не найдете вы не сможете ее найти ну с тем чтобы ее например ретранслировать то есть для того чтобы ее сигнал ретранслировать ее надо ну вот где-то найти где она стоит и стоит в непосредственно какой-то близости от ключа потому что этих Феррари например в Париже да и здесь да да уазики тоже катаются я уверен в этом но где-то в других странах видел просто здесь в Каннах было странно не его увидеть по поводу Феррари соответственно они стоят и Феррари и Врайты эти и что здесь только не стоит и Ламбы и Макларены ну есть и Астон Мартины очень крутые там которых всего там вышло ну буквально штучное производство они есть есть тут Астон Мартин просто валяется в гараже DB6 и эти гаражи они никак не охраняются тут французы они конечно молодцы вот это чисто французская такая манера ведения жизни что настроить вокруг себя заборов три штуки вот здесь около моего дома трое ворот кованых хороших ворот и ни одни из них нахер не запираются и не то чтобы они ну нельзя было запереть нет предусмотренные замки предусмотрены очень сложные системы чтобы эти цепи не перепилить чтобы эти замки не разрушить чтобы вскрытие этого замка оно заняло у желающего это сделать там не знаю два дня а то и неделю и при этом все трое не запираются то есть вот это французы во всем своем проявлении то есть чтобы вы понимали у них стоит на там четырех уровневых пяти уровневых парковках у них стоит машин бывает в париже например столько сколько их не стоит в моменте в любом самом большом салоне феррари продажной площадке то есть там этих феррари стоит просто как жопой наелась и там охрана есть и она очень хорошая охрана она смотрит я видел то есть заезжаешь она за тобой начинает бежать смотреть куда ты приехал на чем ты приехал если подозрительно но только до пяти часов вечера после пяти часов вечера они спокойно со знанием выполненного долга они собираются и подматывают эти свои кишки домой то есть собирают лантухи и пошли и все и вот в этой будке в большой там оборудованные вот такими же телевизорами только на которых там просто видео выставлено вот не знаю да во всех городах там не знаю я буду здесь в антибах в как она называется в Каннах и в и в Монако не ну в Монако там больше охраняют опять же ночью я в Монако не был скорее всего в Монако ночью будут охранять подземные парковки но как бы в Монако два мусора на одного человека находится просто ну в жизни то есть там два сотрудника правозахороненных органов на одного бедолагу который там живет и при этом при этом квартиры в этом Монако и вообще какая-то жилая площадь и производственная площадь стоят настолько каких-то невменяемых денег просто нереальных денег что диву даешься то есть что действительно настолько хорошо платить за то чтобы за тобой постоянно наблюдало два мусора и в таком случае насколько же я богатым человеком был просидел четырнадцать с половиной лет в тюрьме то есть за мной непрерывно наблюдали ну практически непрерывно то есть вот примерно такое же количество мусоров как в Монако да и то нет меньше поэтому я наверное самый счастливый человек значительный отрезок своей жизни провел в том месте где меня надежнейшим образом охраняли надежнейшим то есть если это и есть смысл жизни то привет Лорн Маляр а Малво извиняюсь Лорн Малво зрение уже подводит так вот если это и есть смысл жизни то я в Монако просидел четырнадцать с половиной лет да выходцы в Закавказе знаешь но в Монако в самом ну да тоже есть их очень много в Каннах и в Ницце французское правительство дало чеченцам зеленую потому что здесь было засилье арабов которых сами они себе привели то есть вот это вот как привези козу в дом знаете вот это вот прохожу на средину слава богу что у нас нет козы ну армян да возможно бы не не бы Виталий почему бы как транспортировать феррари очень просто ставишь ее на специальную машину для транспортировки везешь как люди транспортировают свои феррари ну вот просто ответь не на вопрос как люди транспортируют свои феррари и себе ответь а потом задай себе очень простой и вытекающий из этого вопроса а чем ты из этих людей отличаешься то есть почему владелецhow в felt поставить машину на лафет и повезти ее, а ты нет. То есть, если у тебя есть все документы, привет, Джониди, если у тебя есть все документы, подтверждающие легальность этого автомобиля и условное владение этим автомобилем, в чем проблема того, что она встанет на лафет и поедет и, например, даже не из Парижа в Ниццу, например, а из Парижа, там, например, в Германию, где ее с удовольствием купят, потому что там очень платежеспособные люди. Почему ей не поехать бы на лафете, например, в Болгарию, где сейчас тоже на Балканах много платежеспособных людей собралось, потому что люди потихонечку начинают отдуплять, что вот этот вот вау-фактор, который им навязан, в нем какая-то червоточина есть. То есть, вот в этом вау-факторе, который навязан им, вот, Ницца это круто. А почему? Ну, просто потому, что говорят, что Ницца это круто. Хорошо, а почему? Ну, вот дурацкий вопрос. Как почему? Потому что это Ницца. Ну, хорошо, Ницца. А что? Чем она круче, чем, не знаю, Варна? Нет, ну, ты что сравнил? Ну, хорошо, ты мне сравни в другую сторону. Не может, знаешь. То есть, ну, и много людей, на самом деле, таких есть. То есть, они, я понимаю людей, которые занимаются, не знаю, там, дайвингом, серфингом, и то здесь, какой нахер здесь серфинг? Людей, у которых есть свои суда. Люди, которые занимаются мореходством. Люди, которые занимаются морским туризмом. или горным туризмом. Или занимаются, ну, то есть, для которых вот это вот вся, это же не просто так, вот Ницца, там, или Канн, это крутой город. Это потому, что изначально здесь был очень крутой вид, и сюда люди хотели приезжать жить, потому что здесь красиво было. То есть, сейчас многое изменилось, то есть, кроме этого вида. И сюда приезжают люди, на самом деле, по большинству своем, которым этот вид, ну, уже просто не облокотился. Во-первых, они очень много работают, или там посвящают время своим другим каким-то вещам. И для них, по большому счету, это море, ну, ничего не значит, да? То есть, не знаю, вот я хожу каждый день в гору с бабайкой. Я хожу каждый день в гору с бабайкой, и это очень прикольный маршрут. Мы идем вверх, там, частями бежим. Ну, кто подписан на Инстаграм, посмотрите, там делаем какие-то упражнения, растягиваемся. Бабайка, он из жарабаса выраженного превращается потихонечку в сердцееда будущего. Я надеюсь, у него все будет прям вообще замечательно. Физика у него прям отличная. И ходит на тренировки, и тренер хвалит его. И со мной тоже тренируется. И я думаю, что милостью Божьей так будет продолжаться и дальше. Я надеюсь на это. вот мы поднимаемся в гору. Мы поднимаемся в гору, она вся засранная, во-первых, это гора. То есть там лежат какие-то бутылки там и так далее. Ну, всякое говно. И, соответственно, так в большинстве мест, потому что Ницца перенаселенный город. Перенаселенный, и мы не хотим здесь жить. Кстати говоря, я хочу вас обрадовать. Надеюсь, что, может быть, не следующий, но через один стрим уже будет проходить в потрясающе красивом месте, спокойном, тихом бокс. Марк Террелинкс, он ходит на бокс. Он не сказать, что плотно тренируется. Он ходит на бокс, чтобы там просто ошиваться. В его возрасте, ну, как сказал тренер, очень хороший человек, ну, очень хороший тренер с интересной, очень жизненной позицией, с достойной. Он чеченец, и это еще прибавляет как бы бонусов и, как сказать, пунктов за то, чтобы ходить на этот бокс. И даже, когда мы здесь не будем жить, а будем жить дальше в горах, мы, возможно, уедем куда-нибудь, ну, ближе к, вот куда мы ездили на это озеро, это 150 километров отсюда за Канны, туда, в ту сторону, в сторону Марселя, я думаю, что он будет приезжать сюда все равно тренироваться, потому что другого тренера в том месте, я боюсь, что нам не найти с таким, тем более, подходом. Подход такой, что, поскольку мы не легализованы как-то, и официально нам не трудоустроиться, ну, не устроиться там тренироваться, надо в школу устраиваться и так далее, то, ну, то этот тренер говорит, ну, и ладно, пускай идет, пускай просто присутствую здесь и ничего страшного, я сам поговорю, это, обычно так не делаю, но, типа, ради него сделать исключение, ничего страшного, пойду сам поговорю с директором этой спортивной школы, пускай будет, да, там надо будет платить, небольшой взнос какой-то, при этом он денег не хочет брать, знаете, то есть не то, что я там рад этому, что, о, ура, не берет денег, не, я с удовольствием бы платил за тренировки своего сына, я считаю, что, пруждающийся достоин награды, и я, в конце концов, ну, вполне могу себе позволить, там, эти 100 евро за месяц заплатить, или сколько, но он не берет денег, он не берет денег, и там, 50 евро, там, за какой-то огромный период взноса просто надо заплатить, и все, вот, такова его позиция, и да, он ходит на бокс, ему очень нравится, и плюс, я еще ставлю ему ударку ногами, ну, даже не столько ударку, потому что сейчас о чем говорить, пока просто хотя бы хоббистику, да, чтобы он не дергал ногами, не плясал, чтобы удар, ну, чтобы ноги в правильном положении выходили, там, через колено, там, ну, вот это вот все, да, да, я и сам занимался как раз АРБ, я был самбо, и я действительно считаю, что оно достойно и хорошо, просто сейчас, во-первых, здесь нет такой школы самбо или АРБ, куда можно было бы его отдать, во-вторых, во-вторых, бокс это очень нужный, очень нужная дисциплина в любом случае, бокс это ударка руками, я и бабайки объяснял, и давай попробую объяснить, ну, людям, которые, может быть, этого тоже недопонимают, человеческий организм, он как-то устроен все-таки таким образом, что у человека есть плечи, которые уже являются рычагом для нанесения ударов, на ногах плечей нет, то есть на ногах есть жопа, и эти удары, они идут, ты выставляешь колено, да, то есть чем ты выше поднял колено, тем ты лучше нанес удар, потому что ты создаешь себе плечо с помощью выставленного вверх колена, да, то есть ты создаешь себе искусственным образом плечо, то есть удары ногами для человека, а тем более боковые удары и прочие сложные удары, ну, помимо вот проникающего, вот на самом деле естественный удар для человека, это обычный майя, да, проникающий удар, А остальные все удары, все эти лоу, миддл кики и хай кики, тем более, это удары, они противоестественные, они неестественные для человеческого организма. В отличие от них, удары руками, это нечто совершенно естественное. То есть, ноги для того, чтобы ходить, руки для того, чтобы хватать и бить. Изначально такая функционалка у человека. Я думаю, с этим мало кто станет спорить, это очевидная вещь. И, конечно, я считаю, что ударка, лучше ударку, чем английский бокс, невозможно никаким образом поставить. То есть, лучше ударка, чем на боксе, никто не даст. И поэтому очень большое количество людей, с которыми я знаком был, просто даже по какой-то православной деятельности, они приезжали к моему близкому в торпедо заниматься, ставить ударку. То есть, уже состоявшиеся борцы, вольники, они, ну и не только вольники, они приезжали в торпедо, чтобы им ставили ударку. Там же, кстати, ставили ударку и, по крайней мере, Александр Емельяненко приходил на тренировки. Я его там не раз видел. И Федор, ну уж не знаю, там по православной деятельности или именно тоже для того, чтобы тренировать руки. Я считаю, что если есть такая возможность, она сейчас есть, то ставить ударку сейчас очень хорошо. У него будет правильно стоять кисть, он не будет заниматься вот этой херней, которой хотел заниматься я. И поскольку у меня не было рядом отца, некому было мне с моих, как это сказать, вот с моей придурью вот этой переключить на нечто действительно функциональное. Потому что я очень хотел каратэ, оно тогда было запрещенное. Ну да, неординарное. И вот эти вот удары, знаете сами, да, в каратэ, ну кто занимался, я думаю, многие из нас занимались, по крайней мере, какое-то время ходили на каратэ. Это удел как бы всех детей в основном, потому что детям свойственно восхищаться всей этой там белыми кимоно. Наруто, вот сейчас у него Наруто, Наруто у Бабаки, это очень крутой персонаж для него. И соответственно там удары идут от пояса, да, идут от пояса и путем вынесения, да, там ударом тела. Ха-ха-ха-ха-ха. То есть фактически я считаю, что это полезно только когда ты ходишь на показательные выступления где-то, или же это полезно, когда ты уже в старости тренируешь дыхание. Вот мне сейчас, до какого года каратэ было запрещено, ты знаешь, ну вот моя мама, еще будучи одним из присяжных заседателей, я не знаю, ты знаешь или нет, но присяжные заседатели это были, ну из числа обычных людей, там общественных просто, общественно загруженных. А мама моя была там руководителем там ячейки ДСАФ у себя на работе, там, ну вот это вот всякая канитель. И она несколько раз самовыдвигалась в качестве судебного заседателя, вот кивалы так называемые. И еще будучи вот таким кивалой в одном из районных судов Москвы, она в том числе принимала участие в суде над человеком или в апелляции, это человек, я уж не знаю, которому дали пять лет лишения свободы за организацию секции каратэ. И буквально сразу же после этого ее же сотрудник, старший заведующий лабораторией, там по изучению болезни пчел Ростислав Давыдович Петухов создал, кстати, в помещении церкви в Кузьминках, я ходил, посещал, прости господи, эту секцию, он создал секцию, ну вот такого каратэ. Он создал секцию каратэ, и, ну, просто вот этот вот нюанс, я даже не знаю, каким годом может дойти, я еще был ребенком. Я еще был ребенком, ну и вот, собственно, ребенком я и пошел, то есть уже серьезно пошел заниматься каратэ я в 12-летнем возрасте, на Байкальскую улицу в Шатакан, занимался также в Кикушин каратэ, у меня отец, их там двое, основатель, у меня была куча заваленной этими плакатами, комната, вот этот вот Кикушин каратэ, забыл уже фамилию, такой лысоватый тип, он похожий на актера Бурунова, это был основатель, я так понимаю, Кикушин каратэ в России на тот момент, еще даже, наверное, в Советском Союзе, и вот я ходил к ним заниматься, мне не очень понравилось, потом я ходил к Тадешу Касьянову в Сане, на 905-го года приходилось ездить, вот, я занимался очень немало каратэ, но я скажу сразу, ну, да, ударка, понимание того, как должны действовать ноги, и, кстати, вот Сане, это как раз такой, можно сказать, гибрид АРБ и каратэ, или даже там АРБ и прикладного каратэ, то есть каратэ со снарядами и так далее. Ну, знаешь, Дмитрий Рюзет, спрашивали за любое применение, у меня же товарищи судили, он был мастер спорта по, как раз по армейскому рукопашному бою, он неоднократный победитель соревнований, аддон, по-моему, или как это назывались, между силовыми подразделениями, они имели международный статус, эти соревнования, потому что в них принимали участие также болгарские, по-моему, ну, спецподразделения американские даже там, по-моему, какой-то год и два принимали, ну, не знаю, кто помнит, да, кстати, Тадео же, да, был под статьей, но он не за каратэ был под статьей, он был под статьей за организацию преступного сообщества, ему вменяли 77-ю статью, так же, кстати, как и мне в 90-е, еще в несовершеннолетнем возрасте, ему вменяли бандитизм, насколько я помню, и, ну, у него там, и это вполне нормально для Татарстана. Я, кстати, удивился, что он жив, я видел его у Радифа Замалеева, раньше смотрел, Радифа, что-то просто времени уже, наверное, нет, и как-то, может, не заходит сейчас, а раньше смотрел Радифа, и вот у него, я с удивлением увидел сенсея, да, своего. В Библии что-то написано о том, для чего создана свинья на этой планете? Нет, это не написано. Написано лишь, знаешь, то есть это, ну, есть такие вещи, такие запреты есть, которые есть обоснованы, да, там, в моменте, какими-то вещами, да, там, вот это нельзя, это нельзя, а есть вещи табуированные, знаешь, и, ну, табу – это безусловный запрет, и, например, свинья – это вот как раз такое табуированное понятие, свинья – это то, чего нельзя есть, ни в коем случае, поэтому вот эти вот все люди, и которые, к моему удивлению, еще даже имеют какие-то научные звания, которые на полном серьезе затирают вот эту дичь, просто безобразную, про то, что свинью запретили просто есть евреям из-за того, что они 40 лет скитались по пустыням, а там, мол, были заразные болезни там и всякая прочая дикая чушь, ну, из-за этого, мол, из-за погодных условий там нельзя было есть свинину, короче, ну, вот это вещи, которые не выдерживают элементарнейшей критики, да, и их, естественно, нигде не писали, да, что вот иначе там смертью умрете и так далее, нет. По поводу свинины написано в Библии, что вот зелень травную даю вам, и то, что на небе вверху, и на земле внизу даю вам все в пользование и в пищу, лишь свинины, свинины не ешьте, ибо она мерзость перед Господом Богом твоим. Это все. Другое упоминание свинины, которое часто используется людьми, и притягиваются буквально за свиные визжащие уши в объяснение того, почему ее нельзя есть, это изгнание бесов Иисусом, изгнание из бесноватого легиона бесов, который подошел, и вот это тоже имя им легион, это из этого же эпизода жизнеописания Спасителя, что он шел и приступил к нему некто, одержимый различными бесами, очень сильный человек, который расшвыривал нападающих на него, ну, насколько я помню, да, там, и сказал ему, что Реви, ну, избави меня, и тот говорит, кто, ну, что имя, ну, когда вопрошал у этого беса, тот говорит, имя мне легион, ибо нас, ну, много, да, ибо нас множество. И он взял это множество бесов, вот это одержим, ну, которыми был одержим этот несчастный человек, и это множество бесов он вселил в пасущиеся неподалеку стадо свиней, и эти свиньи бросились с обрыва и погибли. Привет, Александр Чакулин. Свинья недальноходное животное, поэтому корова, баран, слушай, Каспин, ну, это тоже, то есть, если вот это полагать в основании того, почему, безусловно, запрещена свинина, ну, это смешно, тогда, безусловно, должны быть запрещены рыбы, потому что их в пустыне тоже, она недальноходная, смотри, рыба, она же ведь не пойдет с тобой в пустыне, рыба табу, все, не ешьте рыбу, мерзость перед Господом, да, что еще, утки, вообще, омерзительная птица никогда не выживает в пустыне, в пустыне вообще живет, все, харам, да, нельзя, утку нельзя, что еще, ну, ничего нельзя получается, то есть, кроме барана, ничего нельзя получается, да, или, там, не знаю, а козла можно, потому что он долго живет, да, но так же нет, говорится только о свинине, только о свинье, огромное количество такой пищи, которая не может, таких животных, которые используются в пищу, и которые не могут долго передвигаться, или не могут жить на горах, или наоборот, жить в море, или вне моря, или жить, там, в неволе, вообще от этих животных, но, тем не менее, а бобры, Натан не ел никогда бобров, от схемы общался, поэтому написал, слушай, да, понятно, непонятно, что за схема, но просто я понимаю, что, да, свинью неудобно брать с тобой в поход, но это точно не является основанием для того, чтобы запретить ее, безусловно, и объявить ее ни много ни мало, а, боброедки, да, боброедки, это, я знаю, боброедка, это же кто там, это Симонян, да, Симонян, да, боброедка, или Скобеева, кто из них, то есть, кто из этих странных, некрасивых женщин, кто? Так, поэтому нет, поэтому, ребят, вот эти все, давайте вот по поводу свинины, вот эта вся билиберда, которую приписывают в качестве обоснования того, почему свинина настолько в немилость впала, она не выдерживает элементарной критики, то есть, она, ну, есть какие-то вещи, безусловные, да, и это, безусловно, табуированная вещь, одна из важнейших табуированных вещей, если не важнейшая, а, Симоняха, да, боброедка, знаете, конечно, я вообще не знаю, как можно служить этих женщин, они, ну, она даже физиогномически ужасна, ужасна, да, она сама похожа на бобра, и она каннибал, и жрущий себе подобных, боброедка, да, ну, не знаю насчет транса, но она такой, это вот чистый журналист, это там, это женщина, которая давно потеряла свой пол, и Симонян, и, как ее вторая, Скобеева, это женщина, которая потеряла свой пол, да, и вот это у Скобеева, это муж, вот этот вот, недоумок же, вот этот, который постоянно на всех орет, там, и оскорбляет, да, бокс, да, да, бокс очень интересен в отношении именно тактики, действительно, это требующее понимание того, что ты делаешь, куда ты наступаешь и так далее, на самом деле, ну, на самом деле, любые другие единоборства, это тоже достаточно серьезная наука, просто, к сожалению, имеющиеся методики тренировки, на данный момент имеющиеся, то, что когда нас тренировали, нам объясняли все то, что я объясняю сейчас своему сыну, то есть, это моменты, ну, отсутствие заступа, то есть, изначально, знаете, от корней, то есть, не потом, что вот, когда там уже делает неправильно, злится, ему говорит, ну-ка не делай так, делай вот так, да, а именно объяснение того, почему, да, что вот ты встаешь на ногу, неси ногу вторую через колено, потому что в другом случае это дисбаланс, ты упадешь, ты должен наступать в точное место, ты не должен заступать, ты должен, второй удар, ну, вторая нога, она должна у тебя идти, возможно, одновременно с ударом, поэтому эта нога должна сразу вставать в свою позицию, то есть, эти все вещи, они объясняются во всех, и когда ты бьешь ногами, это тоже, не, курить не тянет вообще. Слушай, я по поводу Гордона вообще ничего не знаю, я его никогда не смотрел, ну, я и Скобееву, собственно, с Симонян не смотрел, у меня был печальный опыт попытки восприятия вот этой вот пропагандонской машины, когда я находился в Болгарии, там просто было нечего делать, а у меня там есть телевидение, проплаченное на год, и на тот момент там еще впереди был целый год, и там есть несколько было, ну, и сейчас, наверное, есть несколько расистих каналов, и вот я включал эти каналы, и просто вот их было там три, по-моему, или сколько, то есть из них, ребят, не знаю, Russia Today сам по себе это был самый лайтовый, то есть вот тот трэш, который показывают по первому каналу, по второму каналу, это центральные каналы на минуточку российского телевидения, это нечто просто настолько не имеющее, на мой взгляд, права на существование, настолько подчеркивающее и настолько выпячивающее полнейшую деградацию и, ну, и то мерзкое состояние, в котором находится российское общество в данный момент, что, ну, что посмотришь и хочется быть, хочется быть. На самом деле, вот я же вспоминал, я думаю, уже покойного Петухова, этого Ростислава Давыдовича, какими бы они ни были, эти люди чудными, какими бы они ни были замороченными, где-то наивными, это были умные люди, они постигали что-то для себя, они в период, когда это было запрещено, они в сам издате печатали, перепечатывали под страхом увольнения, под страхом привлечения на Ковсомольское собрание, они перепечатывали всякие камасутры, они перепечатывали какие-то тантрические книги, веды, они перепечатывали Рамаяну, перепечатывали Махабхарату, перепечатывали какие-то интересные действительно книги, а они их читали, то есть они читали их вопреки запретам, они, ну, постоянно читали, они постоянно постигали что-то, то есть это были какие-то изменяемые люди, И единственное, что не давало им, например, воспринимать действительность, это закрытость советского общества, потому что эти умные, безусловно, люди, эти люди, умеющие анализировать, увидев какие-то моменты западного образа жизни, они бы, во-первых, увидели и его плохие моменты, увидели бы и хорошие и смогли бы сопоставить, однозначно смогли. А сейчас люди, им не надо создавать никакого занавеса, этот занавес создан у них в голове, то есть ничего не произошло, Советский Союз, он развалился только в плане государственности, в голове каждого, практически каждого россиянина возведены заборы, и это именно западный образец, потому что здесь тоже у них возведены заборы в головах. На самом деле, немного людей, желающих читать, и читающих, и думающих, это очень отручает, но просто учитывая то, что жители Советского Союза на тот момент, а это были намного превосходяще интеллектуально, другие народы, люди, это были интеллектуальные, самые читающие в мире, технически очень подготовленные, люди, которые, не знаю, там, шахматные секции и так далее, то есть все это всегда было. То есть на данный момент они настолько же отстают от окружающего мира, и это то, что дало, ну вот, современное российское общество, по сути. Это, конечно, ужасно. Это ужасно. Ну ладно, о чем мы еще говорим? О, Зубенко Михаил Петрович, мафиозник. Ну, сломается носик, не страшно. Но спрашивают, общаюсь ли я с Зелимханом с ООН. Нет, как-то, как-то так вышло. Во-первых, я думаю, что Зелимхану тоже там какие-то, может, ну ладно, не буду вообще этого говорить, там предположения не нужны. Но в любом случае, пока мы были в Москве, ни у меня, ни у него не хватило времени на то, чтобы увидеться. И, кроме того, все равно его деятельность после вот этого инцидента с Коваленко, она переместилась. Она немножко сместилась в сторону, например, ТикТока, да, там, который мне непонятен. И, ну, не, я не видел новое видео с буквой Z. Я не удивлен на самом деле, это вполне, как это сказать, ожидаемая вещь. Ну, я думаю, что и у Коваленко с буквой Z все видео. Поэтому, да и у многих других, тут это уже наступает совсем другая ситуация. А что про техконтент? Ну, про техконтент все, что имел сказать на данный момент, я сказал. То есть, в ближайшее время, вот на следующей неделе, я надеюсь, мы поедем в Италию и попробуем отснять хорошее технически наполненное видео о маяках, об установке и о моментах установки, например, видеокамеры на мотоцикл именно, потому что там есть такие моменты, которые даже не учтешь. То есть, там есть такие моменты, о которых люди и не думают. Вот, они уже опытом различных фискальных органов, там, они уже опробированы. И поэтому есть уже готовое решение для установки, например, камер в определенные места, для скрытой установки камер, которую юридически даже не назовешь скрытой, как бы вот, пожалуйста, все на виду, но ее не видно, да. Через такой психологический момент ее там не видно, и в то же самое время ее можно направить в то место, в которое нужно. То есть, она очень здорово подходит для наблюдения. Но и скрытого в том числе, и в то же самое время, как бы, и не сказать, что скрытого. Киркуров Днюху, 55, как-никак, ну, как говорится, туда ему и дорога. Ладно, что еще сказать? На самом деле, много раз разгоняться не хочется. Давайте там таким блицам напомните, что у меня за темы были. Как найти видос про открывалку ворота шлагбаумов, сложно сказать, они, наверное, в Philosophy of Thift. С тетрисами... Нет, не подустала тема, все хорошо с тетрисами. Знаете только, какая ситуация? В России не хотят их производить, потому что слишком много контроля. Ну, просто люди не хотят производить. Поэтому их производство, оно непонятно как-то обстоят дела. То есть, соответственно, здесь, в Европе, все живее живого. Да и в России живее живого. Просто сотрудники, они взялись уже не за исполнителей, а за изготовителей. О, Макс! Нет, не было. Вот, и, кстати, вот Александр Бурденков тоже спрашивает. По поводу... По поводу... Не знаю, давайте на кролика вам направлю. И увеличу вот так вот. Пускай у вас будет кролик на экранах, да? Себя не хочется показывать. По поводу Макса. У Макса вообще все отлично. Все хорошо. Очень жизнерадостный парень на самом деле. И в данный момент занимается спортом, что ему и надо делать. Он же самбист. И сейчас он занимается тем, чем ему надо заниматься. Он занимается своим бизнесом, занимается самбо. О, привет, Данил Иоанн. И тебя с праздником. Христос воскресе, брат. По поводу Макса продолжим. Все у человека хорошо. Он очень рад, что вообще избавился от этого Ютюба. У него даже не было попыток создать какие-то новые каналы. Потому что есть такая тема, очень такая говорящая, такая она уже как самоопределяющаяся. Если невеста уходит к другому, еще неизвестно кому повезло. И вот когда его Ютюб-канал заблокировали, он как-то просто встал наедине вот с этим, как это сказать, с необходимостью принятия решения о том, создавать новый канал или нет. И когда он взвесился за и против, он с удивлением даже вспоминает сейчас о том, что он вообще его собирался создавать. И создавал. То есть нахер он вообще был нужен, да? А, Халигалия Скворцова, а что по Новоселову рассказывать? Я единственное, что, конечно, не пойму, за что человеку дали 10 лет на фоне всего остального происходящего. То есть почему настолько жестко? Я не знаю подробностей, что он с этой девочкой действительно делал или не делал. Потому что у людей там, у публичных, да и вообще просто у каждого человека, у него вот этот его внутренний мир, он на самом деле потемки. Потемки. Да, Емель два с половиной года. Хотя Емеля там, мне кажется, страшнее все это сделал, потому что к Емеле просто пришла же домработница какая-то. И тот ее, насколько я помню, да, по концепции, как это сказать, фабула обвинения такова, да? Да, он зашел, она зашла в дом, он ей там треснул пару раз в голову, напялил ее, причем, да, то есть и она пошла и заявила в соответствующие ее органы. И тут момент такой, что, ну, она была беззащитна, вообще сам рассказ совсем другой, да, то есть это женщина просто, которая пришла убираться и подверглась сексуальному насилию. То есть с точки зрения там морали, с точки зрения морального вреда, с точки зрения психологической травмы, с точки зрения самих обстоятельств деяния, это деяние-то намного более асоциальное, да, аморальное. Ну, я не знаю, кто может со мной не согласится, нежели совместное путешествие из клуба в обществе какой-то клубной телки, которая поехала с ними куда-то, под мост, и под мостом ей присунули все-таки. Там, на самом деле, даже обоим участникам этого, как это сказать, обоим участникам этого действия, я думаю, до самого момента соития не было понятно вообще это, ну, по любви или нет, да, то есть это хорошо или нет. То есть, ну, какая-то, короче, хрен его знает, да, то есть и, соответственно, ситуация такая же, только у девочки была возможность убежать, защищаться, не ехать, она добровольно поехала с ними, зачем, спрашивается, она поехала, да, то есть, ну, что это за шляпа, она поехала с каким-то типом, у которого эго больше, чем он сам, а сам он ни хрена не маленький, да, и она поехала с ним просто, так, чтобы он ей Москву, что ли, показал, ну, зачем? Дацик женился, дочка родилась, это хорошо, насчет его адекватности, не, я Дацик адекватным человеком не считаю, я считаю, что он, вот знаете, недавно только была тема про собак, которые всю жизнь мучаются, вот там, Мастина, например, была же Мастина у меня, и она, в конце концов, умерла, ее девочка забрала, когда меня посадили, и она умерла в достаточно, не знаю, ей лет 9 было, у нее просто отказала память, эти собаки, они всю жизнь мучаются из-за того, что у них так устроена носоглотка, что они не могут нормально дышать, знаете, она всю жизнь мучается, и бульдоги, вот эти вот такие замечательные, такие вот тю-тю-тю-тю хрюшечки, то есть, эта собака создана просто для того, чтобы на потеху нам людям мучиться, мучиться, причем очень серьезно, эта собака, она не просто так постоянно пердит, храпит, от нее не просто так постоянно воняет, она, это все происходит из-за того, что у нее мозг не насыщается кислородом, у нее проблемы, ну, очень серьезные с затрудненным дыханием, и из-за этого у нее углекислый газ, он не может выходить нормально, а кислород, соответственно, не может поступать в достаточной мере для обогащения им мозга, вы же знаете, да, что, и в то же самое, то есть, у этой собаки постоянные проблемы с пищеварением, из-за этого она воняет, и у нее постоянные проблемы с снабжением мозга кислородом, я вам как ветеринарный врач говорю, да, некоторые собаки, да, многие собаки рождены просто, чтобы мучиться нам на потеху, да, поэтому, ну, надо отдавать отчет происходящему, и знаете, я к чему это говорю, это вообще вот этому стоило посвятить бы отдельный выпуск, на самом деле, человеческой жестокости, да, вот, французский бульдог, да, да, Серега Деменко, ну, мастина, она примерно так же устроена, французский бульдог, это вообще пипец, то есть, она не может нормально развиваться, это коротколапая собака, которой неудобно ходить, неудобно лежать, неудобно спать, неудобно есть, неудобно дышать, неудобно вообще ничего неудобно, у нее постоянно грустные глаза, у нее, и вот эти собаки, я же говорю вам, вот почему помастина, эти собаки чаще всего умирают от, ну, от атрофии мозга, они умирают от того, что у них поражаются нервные центры, нервные центры в мозгу, распределительные центры, то есть, эта собака, вот у меня мастина, она перестала узнавать близких людей, а поскольку она прям реально собака-убийца, там, она там пометная стоила, которая продавала, там, по 5-6 тысяч долларов, их это специальная отдельная линия какая-то, которую привезли, там, с Сицилии или откуда, не знаю, вот, Саша Морозов привет передавал, ну, и ему привет, вот, я почему и говорю по поводу Дацика, то есть, Дацик, он вызывает, ну, как бы, то есть, то, что он адекватный, но это вообще нет, конечно, нет, какой он нахрен адекватный, просто Дацик, это вот какой-то такой человек, на мой взгляд, да, вот, как я это вижу, я не хочу его обидеть, и никого не хочу обидеть, может, кто, кому-то нравится Дацик, или, там, кто считает его себе примером, ну, ваше дело, просто, меня Дацик, вот, напоминает такого, такого мастифа, знаете, или, там, какого-то французского бульдога, который живет, ну, всю жизнь мучаясь, да, он просто вот, ну, вот, он не укладывается в этот мир, он не укладывается в его какие-то нормы, он недостаточно умен для того, чтобы создать из себя социопата, он недостаточно, как это сказать, гибок, чтобы себя заявить, как какой-то член этого общества, он все время в каком-то детском недоумении находится, и все происходящее вокруг него вызывают у него, ну, вот, вполне понятное вот это вот недоумение и непонимание, и сам он при этом несет дичайшую ересь, вот эти вот, там, что-то там, псы, вот эти вот, сварога, там, ну, вот эту вот все золопочесню, псевдородноверскую, да, то есть, псевдоязыческую, она к язычству никакого отношения не имеет, то есть, это чистой воды, ну, выдумки такого же больного человека, вот эта Велесова книга, там, и так далее, Велесова книга, это же новодел, который создал, там, какой-то этот гой, этот полу, как, ублюдок, да, то есть, вы знаете, бастард, знаете, бастард, да, пес сварога, кроль, да, он все время спит или жрет, он сейчас проснется с помощью, потому что надо жрать, эти люди, они, ну, они сами себе, вот, этот человек, который создал книгу сварогу, он в 1800 каком-то году, 1900 каком-то году, уже, да, в нашем веке, он уже, во-первых, написал опровержение, сделал это в психиатрической клинике, где-то в Америке, куда он эмигрировал, как полубелый эмигрант, да, потому что он, как бы, и не дворянин, то есть, он какой-то, вот, ублюдок, бастард, знаете, он сын дворянина и кухарки, то есть, ну, что-то такое, и его это все время как-то тоже, он не мог понять, куда ему, да, туда или туда, это его здорово деориентировало, дезориентировало, как и дезориентирует Дацика, собственно, его какие-то исходные данные, да, исходные жизненные обстоятельства. И, в конце концов, этот дегенерат, вот, который, я не про Дацика сейчас, про другого дегенерата, он уехал в Америку, куда-то эмигрировал, делая вид, что он белый эмигрант, ему здесь плохо, там ему тоже хорошо не стало, потому что там его своим тоже никто не признал, в том числе и в белой эмиграции. И, в конце концов, он для того, чтобы там хоть кем-то показаться вот в этих салонах, да, чтобы не просто каким-то изгоем и вот таким бастардом, уж совсем законченным, он это решил перекрыть изобретением какого-то, ой, зевашечки, изобретением какого-то вот этого вот псевдо-старого знания, и... Да, я не смотрел. Ой, валяется. Прикольный кролик, на самом деле, очень. Не смотрел Леху Олейника. Надо бы посмотреть, я тоже как-то выпал из этого всего, неохота смотреть. Немножко другие сейчас, на самом деле, моменты вот с этими всеми войнами и так далее. Че ты пришел? Че пришел? Че пришел? Че надо тебе? Че тебе надо? Че тебе надо? Сучара. Лазает по мне. Кроль. Да? Да какие из него перчатки? О, Акапулько. Ай-яй-яй-яй. Акапулько. Акапулько это где? Это же в Испании где-то, да? Акапулько. Я об Акапулько знаю только из песни вот этой вот манерной тети Лаймы Вайкуля. Акапулько, ай-яй-яй-яй. На-на-на-на. Че-то кинжал обнажил Хосе. Ах ты, засанец. Сытый, жрет. И гадит горохом. Так это Испания или Мексика, Акапулько? А, Мексика. Кто его хочет? Ну, слушай, Мексика это круто. Мексика это сразу прям аж как-то захотелось. Мексика это круто. Я бы с удовольствием съездил. Ладно, а че? Спасибо тебе, Леха. Мы о чем, короче говоря? По поводу Дацика. Он кажется мне человеком, который мучается всю жизнь, подобно французскому бульдогу. Адекватного в нем ничего нет. Но в отличие от того же самого Новоселова, мне его жалко. Новоселов хитрожопый. Новоселов у него, он своеобразный, хитрожопый, беспринципный. То есть Дацик он не такой. Он просто... Просто дебил. Вот и все, да. И... Как бы дебил-то, но безобидный, да. Он где-то даже может и хороший. Ну, по-своему, да. Потому что понятно, что ребенок, если наступит на животное, он без зла этого всякого сделал. Просто потому, что он дебил. Но животное от этого умрет. Так и удастся-ка, да. Так что его адекватность это нечто несуществующее. Сука, полез. Подонок. Куда ты полез? Чиферить. Все ему надо. Все надо. Все надо. Ну, хороший же кролик. Я думал, они, кстати, очень инертны. А он очень живой, на самом деле. Он никакой не инертный. Он живой, обидчивый какой-то. И что-то там постоянно двигается. Постоянно что-то делает. Постоянно что-то ему надо. Ну, такой интересный, забавный зверек. Кроль. Кроль, кроль, кроль. Хорошенький. Хорошенький заяц. Ладно. Что? Давайте, смотрите, еще такой момент. У меня отобрали права. У меня отобрали права на 4 месяца. Тоже что-то интересное, я считаю. Отобрали права на 4 месяца. Здесь, во Франции. Это он, Марк Терлингс. Отобрали в день выборов Макрона. Ну, в день выборов президента, которым опять выбрали Макрона. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Тут какие-то невменяемые люди называют Липен, там, путинской сучкой и так далее. Я уверенно говорю, что Липен никакая не путинская сучка. Это просто, ну, как это сказать, просто поборница правых настроений во Франции. Очень давно уже. И причем там Путин вообще непонятно. И то, что ее не выбрали, это, возможно, ну, вот для таких людей, как я, или людей, которые хотели бы жить спокойно в Европе. И, по крайней мере, чаша весов с неприязни при виде всяких пидорасов узаконенных, она переваливалась бы в сторону радости от свободы, которая предоставлена любому человеку, да, в том числе и нам. То есть, вот это вот все могло бы быть перечеркнуто достаточно жестким отношением к миграционной политике. Поэтому то, что ее не выбрали, Липен, это не только плохо, но, возможно, и очень-очень-очень хорошо. Я сейчас объясню права. Значит, я ехал на мотоцикле, ехал всегда так же, как я всегда здесь езжу, то есть с небольшой скоростью. Скорость, которая была зафиксирована у этих, ну, у этих людей, скажем так. Ну, здесь Франция, я могу их называть и пидорасами, здесь свобода слова полная, поэтому я могу, мне кажется, с полной, как это сказать, уверенностью считать мусоров пидорасами здешних. Ну, просто сейчас светлая седмица, поэтому не говорю так. В общем, ну, эти конченые действительно были пидорасы, один более-менее нормальный, другой реально прям конченый, вот, который забрал у меня права, несмотря на то, что я ему объяснял, да хватит меня кусать, иди отсюда. Да, ну, кстати, вот действительно, Life is Beautiful, действительно так. Вот в Германии достаточно большое количество натуральных, как бы это странно ни звучало, это обычное противопоставление, да, то есть, ну, настоящих, именно сексуальных, а не только моральных пидорасов. То есть, в Германии очень большое количество полицейских, это фактические пидорасы. То есть, да отстань, что тебе от меня надо, ты, жрет мою бороду. Что тебе от меня надо? Во Франции, я думаю, что ненамного отличается ситуация, и я сейчас ее тоже аргументирую прям, ну, фактические обстоятельства. У меня отобрали права. Отобрали у меня права, и говорят, мы их отправим в Россию. Я говорю, слушайте, ну, мы вот здесь три человека стоим, и мы, из нас трех, каждый понимает, что я свои права больше никогда в жизни не увижу. То есть, не считая того, что вы, скорее всего, в Россию даже физически отправить не сможете, потому что, потому что, вот, я отправлял до этого в Россию, из России принимал, а сейчас нет. И вы ничем от меня не отличаетесь, никакая дипломатическая почта. А во-вторых, ну, я не могу въехать в Россию, да, то есть, при моей жизненной позиции, при моей политической позиции въезжать во время войны в страну президента, который мой даже попугай называет хуйлом, ну, это равнозначно явки с повинной. Поэтому я, естественно, ни в кою Россию не поеду, я вам, как бы, это все объяснял, да, что я приехал сюда не сопротивление рукой стоять, в отличие от тех, кто приезжает, там, обирать это французское правительство, там, этими всеми дотациями бирженскими и так далее, я приехал сюда работать. А работаю я, ребят, водителем, то есть, ну, и поэтому вы меня просто сейчас, ну, не прав, решаете, а вы меня решаете возможности на существование моей семьи. То есть, ну, зачем это надо? Это я сделал в первый раз, это первое мое нарушение в этом плане. Нет, действительно, больше меня никогда, никто никогда до этого меня не привлекал ни за какое-то превышение скорости. Хотя ездил я, ну, кто меня давно смотрит, знает, да, я очень быстро езжу, я ездил в том числе. Знаете, тут тоже такой момент, то есть, я до этого, да и сейчас это один из таких паттернов поведенческих. То есть, я считаю, и так и надо делать, и себе как-то узаконить. То есть, если уж вы хотите ездить по Европе быстро, вы ездите больше 200 км в час. Потому что им запрещено во всех странах европейских, им запрещено преследовать автомобили на скорости более 190 км в час. У них стоят регистраторы, фиксаторы, черные ящики, вот эти black box, в которых потом видно. И передвижение на скорости более 190 км в час, это у них, ну, это бессмысленное подвергание опасности жизни полицейского и жизни других людей. За это их наказывают. Поэтому они более 190 км в час, они никогда не ездят. И я даже полагаю, что у них стоит программа, прошивка стоит, которая ограничивает их скорость 190 км в час полицейских автомобилей. Ну, по крайней мере, уже немало людей об этом сказало. И вот там знаменитые ребята тоже со мной сейчас общаются, вот которых в Испании задержали, да, там. Им накриминировали все, что можно. И инкриминировали им и хищение автомобилей, и хищение людей, нападение на людей, перевозку наркотиков в боксах, ну, в электромобилях в боксах как батарей. Ну, что им только не напихали, и сейчас вот они все еще сидят, кто-то, кто кого-то освободили, и еще несколько сейчас тоже должны освободить. Но в любом случае, что войти в общество? Да-да, лайфмейкер вернулся. Да, скорость, скорость скоростей. Ну да, ну, короче говоря, смысл тот, то есть надо ездить быстрее 200 км в час, и когда я передвигался здесь на Ауди, на оранжевенькой, я передвигался всегда больше 200. Я передвигался всегда, ну, на скорости даже свыше 300 км в час, и меня это все вполне устраивало, меня никто никогда не задерживал. Меня задержали один раз в Хорватии за превышение скорости, а, и как ни странно, меня задержали в Германии за превышение скорости, причем превысил я очень сильно. Там был ремонт дороги, сужение, и в два ряда очень плотно двигались машины, и они двигались 80 км в час. У меня лежал в багажнике велосипед, который мне подарили, который нельзя было показывать ни в коем случае никаким милиционерам. И мне надоело ехать 80 км в час, я поехал 200. За мной выехали мусора, остановили меня, и, к моему удивлению, все, что они сделали, это взяли с меня штраф в 30 евро. Хотя в Германии одни из самых жестоких законов, жестких законов за превышение скорости, в Германии и Швейцарии. В Швейцарии отметилось назначением самого высокого штрафа за превышение скорости, там скорость превышена была 315 км в час, кто-то ехал на фере, по-моему. И не кусай меня. Зубы чешутся, у него растут, он кусает все, что ни по пути, а сейчас кусает не ухо. Я против этого. И самый большой штраф какой-то, ему там, по-моему, 100 с чем-то тысяч евро, по-моему, влупили, если я не ошибаюсь. Может, больше. Да, вот он. Кролятина. Кролятина. Непоседливая кролятина. Непонятно, что ему надо. Рассветка прикольная, да? А Макрона овощами закидали. Ну, не знаю, может, его и закидали овощами. Давайте все-таки по поводу прав смотреть. То есть, я ехал 145 километров в час. Можно было ехать 90. Я превысил скорость на 55 километров в час. Не-не, ферму кролича ни в коем случае. Хотя, почему бы и нет? Для того, чтобы жрать есть только. Но, это не знаю, надо как-то морально себя к этому подготовить. К тому, чтобы жрать вот этих вот, вот этих созданий. Короче говоря, воистину воскресе. УАРАМУД. АРАМУДА. Хорошо. Потом посмотришь, запись, ничего страшного. Меня лишили прав. Это естественная процедура. То есть, при превышении скорости более чем на 50 километров в час в одностороннем порядке изымаются права в любой европейской державе, как я узнал, на срок от 3 до 6 месяцев. То есть, у меня изъяли и префектура на следующий день постановила, что у меня изъяты права сроком на 4 месяца. Сколько от него наслаев. Да вообще, вон, все нагадил, да, видите? Вот. Накатил гороха. Это к деньгам, смотрите. И самое уникальное, что ему, когда нечего жрать, он жрет уже свой наслай, да? Говноед. Кролик-говноед. С ним играть в нарды или в карты садиться нельзя. Он говно жрет, значит, он будет выиграть все время. Короче говоря, прав лишили. Не знаю, сейчас буду как-то пытаться через посольство. Они вроде в посольство должны... Все, проваливай, кроль. Давай, проваливай, проваливай. Да, кролик со сметаной. Кстати, здесь рядом магазин, и там прям целая витрина посвящена именно как раз кроличьему мясу. Такого, таких же кроликов. Надо пойти и его... Да, он вчера курицу жрал спокойно. Он мясо тоже жрет. Утку жрет, все жрет. Скотина ушастая. Короче говоря, права забрали, изъяли. Дал мне сфотографировать гондон. Ну, только после того, как я оплатил 145 евро штрафа. Я ему говорю, дай хотя бы сфотографирую. Один говорит, да, конечно, на второй нет. Ну, вот этот вот пидорас. Ну, там и первый пидорас тоже. Второй просто конченый пидорас. Он говорит, нет. Я говорю, ну, в смысле нет? То есть у меня страховки. То, все, имущество какое-то. У меня три мотоцикла, несколько автомобилей. В России три автомобиля. Здесь, ну, тоже несколько автомобилей, по-моему, там, в районе шести зарегистрированы на фирмы. Там, на мне, я говорю, мне необходимо предоставлять данные, в том числе водительское удостоверение. А что у тебя нет фотографий? Я говорю, возможно, что и нет. Я не буду сейчас проверять, просто дайте мне сфотографировать. Хорошо, оплати штраф тогда, 145 евро или сколько там. Да, 145. А потом дадим сфотографировать. Вот такой петух. То есть, я не знаю, петушня прям, реально сосня. Ну, оплатил штраф, взял, поехал. Поехал все равно на озеро, куда хотел. Там в Инстаграме выложен фотоотчет. И меня остановили потом, еще раз проверили, посмотрели. Я думаю, да ну вас нахер, вы хотите меня под монастырь, видимо, подвезти, что вы меня лишили прав, и я езжу. И два раза я просто не остановился. Да, копчик. И два раза просто не остановился. Не знаю уж. Да я думаю, без всяких особых последствий. Вот тем более уеду, к нам реально в горы жить, пошли они в жопу, и в другой регион даже, получается. Ну, в другую провинцию. Здесь справлю себе другие права и спокойно буду ездить. Срать я хотел. По поводу, там больше категорий только еще будет. По поводу, это, по поводу вообще этой ситуации. Это произошло из-за того, что были выборы, очень много было мусоров, в том числе Матубат, вот этот, местный, которого я раньше никогда и не видел, на улице. И в этот же день в Париже, по-моему, застрелили троих человек, которые просто не остановились на требованиях жандармов. Они попытались скрыться по встречной полосе, ну, то есть, выехали и по встречке попытались уехать. Их просто разменяли из снайперской винтовки, штурмовой. Два двухсотых, один трехсотый. Не, мне можно ездить, нос. Мне можно ездить. Ничего себе, я думал, сирена какая-то. Девочка, видимо, упала, заплакала. Можно ездить, но только на территории других стран. Меня лишили на три, на четыре месяца на территории Франции. Я могу ездить в Италию, могу ездить в Монако, даже, скорее всего, это отдельное княжество. Но это, кстати, надо выяснять. В Монако, может, и не могу. Это надо уточнять. В любом случае, в любом случае, прав я лишен на четыре месяца. Через четыре месяца, я, надеюсь, заберу их в Российском посольстве в Париже. А может быть и нет. В Российском посольстве в Париже тоже могут встать в позу. Как мне сказали, Российское посольство в Париже, оно такое, оплот путинизма в Европе. Оно регулярно какие-то пропагандонские посты тут постит во всех соцсетях у себя на странице. И срать хотела на всех, кто приходит к нему с протестами и так далее. Но это правильно, я считаю, потому что вот эти протестующие, я вообще не понимаю, чего они хотят. Я вообще не понимаю и людей там, многих не понимаю, которые говорят, давайте Рустих отсюда выведем. То есть, ну, не знаю, люди показывают свои самые хреновые черты, самые мерзкие черты. Я считаю, что им просто хочется, чтобы им дали разрешение на кого-то наезжать и все равно на кого. То есть, главное, что это узаконено, и поэтому они там ненавидят Рустих, еще кого-то ненавидят. да, нельзя ездить. На меня навалил уже. А в Голландии минимальное превышение 53 евро. Да понятно. Но у меня-то не минимальное. То есть, у меня превышение больше 50 км в час. Это уже совсем другой калинкор. Да, да, всех выгоним, отпиздим, весь мир и только. Да, они реально гонят. И причем, это люди, которых вообще не коснулась практически война, которых она коснулась только, что им надо уезжать. То есть, вот, я живу так всю жизнь, да, как их вот сейчас коснулось, из-за чего они хотят всех убить и все отнять. Вот я так живу всю жизнь. А до этого, ну, я прошел через все вот эти вот путинские лагеря, через вот этот вот весь ад, и никто из них что-то мне не помогал, да. Я что-то не видел демонстрации ни в Киеве, ни в Европе, которые бы говорили, пошел ты нахер Путин, мы не будем больше покупать у тебя газ и нефть, отпусти, пожалуйста, Васвкиллера. И не только Васвкилллера, но и многие миллионы других людей, которые подвергаются пыткам, унижениям, которые вынуждены покупать сами у себя бензин свой же, которые живут за чертой бедности, у которых нет возможности работать, у которых нет возможности творить, нет возможности образовываться, нет возможности купить квартиру, нет возможности даже блять накуриться для того, чтобы уйти от этой реальности, потому что за это сразу 5 лет. А если ты еще и вмазался, чтобы совсем уж уйти от реальности и забыть такую фамилию Путин, так вообще 12 лет, да? А то и 20. То есть, что-то вы, сука, не выходили, да? Никто не выходил. Никто не выходил, никто ничего не говорил, никто не кричал, да как это такое можно? Да что же это за права человека? Когда по 282-й статье упаковывали просто молодых ребят, упаковывали тысячами, десятками, сотнями тысяч по всей стране, возбуждали уголовные дела на каждого из них. То есть, это просто не так заметно, но фактически на каждого человека, который хоть как-то относился и относится к любой националистической, это совершенно нормально, уважать свою национальность и свои традиции, на этом изиждется общество любое, ну, кроме американского, где нет своей самоидентификации, там просто, ну, там есть американцы, то есть, американское общество, да, там они американцы. То есть, все люди другие, то есть, французы, они французы, да, они уважают свою Францию, там и так далее, не знаю, сербы, сербы, украинцы, в конце концов, украинцы, а вот россияне россиянами быть не могут, потому что, потому что у них есть человек, который на деньги всех вот этих вот милых людей, вот этих французов, немцев и украинцев тоже, который на все эти деньги собрал себе 5-миллионную армию мусоров, которые за любое проявление твоей национальной самоидентификации, они тебя сразу же гасили и гасят до сих пор, и когда всех уже перегасили, взялись за Украину, да, то есть, это вот так выглядит. И поэтому, я не знаю, что они верещат, там, а что это вы не выходите, а что это вы не ложитесь ко сьми, а пошли вы все нахер, да пошли вы сами нахер, то есть, вы же не выходили, нет, то есть, вам же было наплевать, что происходит в путинских лагерях, вам было наплевать, как это там у ватников происходит, у мускалюк поганых, вам было насрать, да, что там происходит, и почему на вас сейчас не должно быть насрать, я вот это не понимаю, ну так и ладно, вот эти люди, они, которые сюда приехали, в Ниццу, и во все эти там, в Берлин, и в другие какие-то европейские страны, то есть, это в основном люди, которых вообще война не касается, то есть, люди, которых она вообще никак не коснулась, кроме того, что им пришлось поднять свою жопу и куда-то переехать, причем в лучшее место, и они сейчас ходят, здесь требуют на правах каких-то победителей, что вот это вот нам, вот это нам, пишут в фейсбуке, я с Украины, то есть, ну, вот это вот, что, мне нужно бесплатно, вот, вот, я хочу квартиру в Ницце и бесплатно, бой, я с Украины, то есть, ну, какая-то такая канитель. То есть, и в это же самое время, те люди, которых действительно коснулось, это война, которым действительно, там, вынуждены были жить, там, в каких-то убежищах и в подвалах и так далее, то есть, эти люди, они так не выпендриваются, они так себя не ведут. Они ведут себя совершенно адекватно, они в шоке от происходящего, мне за них очень больно, я им реально очень соболезную, я считаю, что это омерзительно, что с ними происходит, совершенно недопустимо. Я ни в коей мере не отождествляю их вот с этими наглыми, бухими, недоразвитыми ублюдками, которые, хохлами, которые ходят здесь и орут всех русских, надо убивать. Так что, ну, такое. Да, оно и нормально должно быть, конечно, Дмитрий Юзет, это русский народ, он определяющий народ. В ванну Герыча, его мусора пришли крепить, а он в ванной лежал и хотел в этот момент ставиться, тут вламываться, он в воду слился, и да, уж. А, ГУЛАГу нет, продублировал ту же инфузу, что ты вас говорил про освобождение лагерей для пленных. Ну, так я же ее не придумал, эту инфу эту мне. Написали люди, которых перевели из этих лагерей в тот же самый момент. Ну, просто люди не хотят, они хотят верить модным блогерам, они хотят верить ГУЛАГу нет, потому что ГУЛАГу нет же модный человек, он говорит так, как им нравится. А я говорю так, как им не нравится, и поэтому мне что верить в какому-то, что верить в какому-то угонщику, лучше поверим какому-то 159-чику, который вас уже наебал 50 раз. Ну, как бы дело, как дело хозяйское, да. То есть, ну, я же не просто так это все говорил. Нет, западные не должны. А жизнь прекрасна. Да, да, ну, многое видно. У меня лично были конфликты, знаешь, в сетях, Виталий. В сетях. Вот в сетях там уже двое каких-то ублюдков ко мне собираются сюда приезжать и выкидывать меня из страны, и там куча народа, там еще что-то. Ну, вот это вся залупа. Да, были. Были. Конечно. Просто на улице, не, у них не хватает духа, я так сказать. Да потому что это ненормально. На улице кто мне может сказать? Да и ты тоже, знаешь, я думаю, что вот жене, да, могут сказать. Потому что они же тоже выбирают. Несколько девочек сталкивалось с этими вещами, что даже и французы там «А, Рюссе! Ля Рюссе!» Ну, знаешь, вот эту всякую фигню. Да и то им там объясняют с позиции достать. Просто они надеются, что они там в моменте сейчас получается у них больше прав, они сильнее. И на правах сильного они ведут себя вот так безобразно. И когда им начинаешь там «Че, сука?» они начинают быстренько вдуплять, ну, че почем, хоккей с мячом, как надо разговаривать и так далее. То есть, ну, на самом деле, омерзительная демонстрация того, как поступать не надо. То есть, омерзительная демонстрация того, как, ну, самого низменного в человеке. И кто уж автор этого самого низменного в человеке? То есть, то, что это будь яки украинец, это только грустно. Только грустно за этих украинцев. Только грустно за то, что своим вот этим, ну, вот, как это сказать, проявлением самого низменного в себе эти люди настолько дискредитируют проблему реальную проблему украины что с большой долей вероятности спустя довольно непродолжительное время как это было и в четырнадцатом году на них просто забьют хер просто забьют хер и все они будут со всей этой конетелью там с портретами путина и русского военного корабля с изображением хуя на фоне флаг украины кстати вот ребята украинцы может мне как-то объясните то есть вот это что за то есть украинский флаг на фоне него написано русский военный корабль пошел нахуй вас самих не как это сказать ну никак не коробит от того что вот этот ну вот эти непотребное это слово оно написано на фоне вашего державного флага на фоне флага вашей державы на фоне флага страны но за которую люди отдают там свои последние зарплаты сейчас и так далее вам самим как-то ну не неудобно вот от этого да то что вот эти вот все детородные органы они на наляпаны прямо вот на в желто-блокитном фоне не кажется что это перебор что одно дело быть за свою страну до конца благородно совсем другое дело ну материться материться может 14-летний ребенок я думаю что мой ребенок если ему дать возможность вот восьмилетний он будет материться гораздо лучше чем вы изощрение да только дай волю ему а 16-летний мой ребенок не будет ему будет стыдно а вам не стыдно вот вот разница знаете ну по поводу западной украины польши слухи не безусловно ни о чем что ну виталий знаешь на почве да на почве того что я из россии да и при этом они самостоятельно и в наглую наделяют меня какой-то любовью к путину слепостью шовинизмом великодержавным и прочими какими-то качествами которыми я не обладаю да то есть у меня нет никакой любви к путину и я не понимаю почему я должен об этом говорить каждый день я вообще никому это не должен мое отношение к путину это мое отношение к путину и знаете если бы у меня было хорошее к нему отношение я по большому счету тоже имел бы на это право как имеют на это право другие люди вот тот же в конце концов там федя или там костя они имеют право на то чтобы придерживаться уважение президента своей страны у меня есть мнение на этот счет я считаю что я не считаю никим своим президентом я не считаю его как это сказать индикатором мнения русского народа я вообще не считаю его русским человеком я считаю его одним из замерзительнейших предателей русского народа но впрочем честности ради откровенности ради так было всегда человек который много читает и читал герцена читал того же толстого читал салтыкова щедрина и читал другие более или менее биографичные какие-то произведения отражающие именно взаимоотношения народа россии и власти россии он понимает о чем я говорю никогда не был праве никогда не было правящая верхушка она никогда даже не то что верхушка просто какие-то администрация она никогда не была представителем народа она всегда была его палачом и выжимателем поэтому но тут такой момент просто и тогда были какие-то действительно благородные неплохие люди которые топили за не знаю за за существующую власть до были какие-то люди которые вот как я вполне справедливо и обоснованно считали это все чистом чистой дивали адой и как называется сатанинским пиром где просто из черепов людей пьют вино на самом деле это так и выглядит и даже хуже все эти гимнастки напялены на фоне непотребство уже даже непотребство личное знаете поэтому ну для меня путин это просто ничник некое совершенно омерзительное существо которая как которая даже личным своим поведением показывает свое полное непотребство непотребство моральное непотребство психологическое непотребство духовное ну полное всестороннее непотребство то есть это совершенно распоясавшись не совершенно никак не не то что не достойный и не как сказать способный не заправлять целой страной человек это просто совершенно охеревший зажравшийся топ-менеджер который уровня графа толстого американца который сожительствовал сука с мартышкой поэтому ну вот все самое мерзкое что есть в российском правящем классе самого начала вот это вот сексуальную какую-то моральную духовную невоздержанность совершенно непотребные амбиции какой-то площадную манеру беседы вот все в себе совместил этот человек ничего хорошего кстати мне когда говорят а вот ты а что ты про Зеленского тогда там не говоришь да или про каких-то людей которые там слово на букву Х чаще употребляют чем другие какие-то слова да я про них ничего хорошего не могу сказать у меня нет никакого пиетета перед там тем же самым Зеленским я никак его вообще не уважаю я не уважаю никакую власть я считаю что он точно такой же участник вот этого всего говнотеатра да как и Путин просто со своей стороны это чистое лицемерие которая знаете вот проверочное слово открываете заднюю страницу вот этого вот кроссворда и там смотрите там написано нарисовано прям схема линии газопровода Россия и Европа число попаданий за два месяца ведения непрерывных боев с использованием тяжелого вооружения ноль все закрываете книгу говорите да пошли вы вот и Путин и Зеленский и все остальные кукловоды пошли вы на хутор бабочек ловить до свидания вот и все да мое мнение такое но просто мне неважно как там себя ведет Зеленский и как он там ругается и так далее то есть я гражданин России и меня гораздо больше беспокоит то как близкая мне страна страна в которой я родился на фоне всего происходящего ладно да это пожалуйста пожалуйста пускай митингуют я тоже говорю джектрол извиняюсь я говорю то же самое да то есть они когда начинают а чё ты не в РФ я говорю а чё ты не в РФ да мне ты чё в РФ у меня на территории моей страны там где мой дом там не ведутся боевые действия вас ждут на Красной площади я уже в РФ посидел мне хватило теперь вы давайте осваиваете бутылки да номер телеги Дмитрий телега она есть на том же номере болгарском плюс 3 5 9 8 7 900 9 0 8 9 7 7 8 и на другом номере на итальянском давайте я буду прикреплять сейчас будет технический контент создаваться вот буквально со следующей недели я буду прикреплять все техническим видео опять же номер телефона и номер телеграмма по которым со мной можно связаться мне не весело то что делает Зеленский если честно появится ли второй Ленин да вот мне тоже интересно Александр Бруденков и знаете меня даже спрашивают а ты сам тут хотел быть вторым Лениным я нет не хотел бы не хотел бы я не хотел бы быть вторым Лениным мне кажется это тоже ужасное бремя и а то что он появится ну с большой долей вероятности да с большой долей вероятности он появится ладно что по поводу что еще по поводу Миши лайфмейкера он появился снова как сказать создает биографию происходящего в белорусском дне потому что это как это называется это взаимоотношения тех кто находится на дне я имею ввиду непреступников это непреступный мир кто-то стучит или это кровь где-то там лазит давайте вот так сделаем просто то что происходит в белорусской в белорусском так сказать обществе и о чем повествует вот это Клоака вот эти все ну я вольта бы к ним не относил он по крайней мере хоть что-то говорит на уровне каких-то рассказов даже Солженицына там и так далее да то есть что-то из чего можно сделать выводы на чем можно бы и призадуматься а по поводу вот этой вот всей шелуши вот этих гаек артурок немцев кто там вот это петушня вся эта вальты все эти вальты эти как его этого осла который там прогонов написал как его как его зовут то как его паштет петушня вся эта мне понятно что она там общество дна Украины она ничего общего к преступному миру не имеет то есть это это Клоака это дно дна помазуха это дно дна поэтому там мне тоже говорят вот так не говорю про белорусов я не говорю про белорусов по поводу белорусов я это мое личное мнение искренне очень вежливые люди это всегда самые первые белорусы с которыми я познакомился с которыми я до сих пор общаюсь вот чистый белорус это Серега Павлович вот в моем представлении в моем представлении Серега Павлович это вот такое отображение белорусов есть еще Виталик у меня знакомый тоже кстати с Могилева это люди вежливые люди какие-то немного даже застенчивые люди не позволяющие себе каких-то ну какого-то хамства люди вежливые хорошие ребята и в то же самое время неплохие профессионалы своего дела неплохие профессионалы своего дела то есть люди которые ответственно и хорошо относятся аккуратно к своему делу хорошие люди и их не испортил как москвичей квартирный вопрос они не хамоватые они не такие наглые как многие украинцы да ну вот честно говоря они не такое быдло как многие россияне они в основном достаточно образованные там где-то насчитанные хорошие вежливые ребята не позволяющие себе там лишний раз материться не позволяющие себе даже какую-то шутку в которой нет ну некой изящности и вот это вот Клоака которую представляет из себя вот это могилевская чепуша и под руководством совершенно не потребна тоже вся непотребность показывающего вот этого рубопика Беларуси для меня это дно дна прям вот разнузнанное дно дна и в то же самое время я не знаю надо быть наверное действительно изрядно сделавшим выводы даже из моих в том числе слов Мишей лайфмейкером который вот на данный момент какой молодец действительно не использует каких-то лишних бранных слов которые спокойно обстоятельно вот мне прям понравилось я посмотрел Мишу лайфмейкера вот я изначально когда посмотрел у нас же с ним возникла ссора на почве того что он там обзывает людей там и там пидор сидор там буквально на каждом шагу у него слова слова такие используются использовались то есть я ему указал на это в ходе возникшего конфликта и он сделал для себя совершенно достойные и видимые выводы и в данный момент вот результат этих выводов результат работы над собой мы видим в выпусках Миши вот он сейчас создал еще один выпуск как раз такое хронологическое повествование о произошедшем происходящем в белорусском дне вполне смотрибельно вызывает даже некоторое уважение к Мише вот ладно что еще наверное все пожалуй уже больше двух часов ну смысл приедем объясним там полякам почем в Одессе рубероид да понятно Дим я и сам объясню мне просто не хотелось бы чтобы вообще это происходило что за инструмент пользование здоровья во благо себе хорошим людям что за инфуинфе сейчас беллингкат а может быть ты тоже посмотрел если кто-то скиньте мне прям в меня уже скидывали еще раз напомнить если это возможно в телеграме спасибо вам вот ладно что давайте на сегодня наверное прощаться насчет обзоров авто я думаю что будет будут сперва обзоры оборудования я в планах сейчас сделать мотоцикл с видеонаблюдением с возможностью скрытого и онлайн наблюдения за объектами и больше дальше больше будем двигать и дроны в качестве возможных инструментов для наблюдения для разведки для фиксации объектов там и так далее и в том числе конечно будем демонстрировать и рассматривать примеры использования оборудования в том числе и злоумышленниками и для полезных целей для целей против которых как раз и существуют всякие противоугодные площадки извините за тавтологию так что будем я думаю будем а т.г. каналы у меня да и кстати тоже накидывайте какие-то моменты там кто живет по европе я ну общение действительно же это жизнь это вот в этом и заключается то что писали воры как и у меня каналы васкиллер youtube васкиллер философи офтефт васкиллер шоп васкиллер стор два канала один ну это зеркала друг друга что еще евро бомж на это такой канал где больше там фотки выкидывай васкиллер васкиллер youtube я говорил это такой новостной канал такой можно сказать общедоступный вот в общем то что еще в телеграме это здесь соответственно у меня youtube так и остался канал я уверен его тоже будут пытаться и будут блокировать но мы будем как-то создавать сразу же наверное зеркала возврат тачек конечно васкиллер стор он не лекста это мой канал лекста его администрировал и был моим бизнес-партнером просто лекста ушел в сторону собственного какого-то восприятия действительности скажем так я соответственно администрирую канал теперь сам васкиллер стор канал так и есть с тех пор как я его сам администрирую машин возвращено больше чем за все время существования до этого да пожалуйста спасибо антох и я думаю они будут возвращаться и дальше и помимо возврата будут еще и прямые продажи кстати говоря тоже интересная тема обязательно будет выставлен сейчас есть два два гелендвагена интересно что по россии вообще интересно людям и насколько вообще интересно покупателям машины в мешках или же в в целом виде с документами без документов вот эти вот все моменты понять бы что сейчас более так сказать интересно потому что гнутся под нужды каждого человека тоже не хотелось бы хотелось бы прийти к чему-то среднему да чтобы это было всем удобно и самое главное быстро и еще важнее безопасно чтобы туда не могли засунуть жало ввиду сложности производства какие-то на одной из периферийных точек какие-то органы контроля потому что органы контроля пусть контроль упускают вся там изо рта друг другу в рот нет никакого желания с ними нет никакого желания к ним относиться как-то лояльно да как это было до этого реально то есть при учете происходящего при учете создание на меня материала об экстремизме в республике беларусь при учете создания этими же органами толстожопыми ублюдками белорусскими вот этой как это называется вот этой мерзости и так далее вот этого артура могилевского и прочего то есть ну как вы так и с вами почему-то эти люди они думают что невозможно разглядеть их толстые жопы обтянутые засаленными этими форменными этими мундирами за толстой вот этой вот за толстым многословием этого черта они думают что их там не видно они думают что так и будет как должно быть я конечно очень этим сильно раздражаю смотрю ли я белорусов нет не смотрю я смотрю какие-то моменты вот вчера например посмотрел там у гайки какой-то вот этот фираян там какой-то бродяга из европы то есть мне это интересно чем тем что этот человек он находится в европе и есть вероятность что его можно увидеть просто в европе и он настолько реально в себя верит а это видно так и есть что он даже может увидеться и вот хоть кому-то можно будет сломать челюсть при встрече вот он этим интересен я ему вчера кстати звонил этому фираяну многословия понты вот это ты знаешь здесь что вор живет а вот это ти живой там городе находишься что не знаешь какой хате вор сидит но вот эта шляпа всегда которую которую первоходом пропихивают на матроски да там что ты должен выучить в какой хате кто сидит это самое главное в жизни там но вот это вот шли порвать то есть надеюсь у него хватит у этого петуха как это смелости вот этой вот я сварами на связи я это знаю то знаю чтобы просто действительно хотя бы в окружении таких же как и он сам встретиться со мной и по крайней мере хоть хоть кто-то получит по шее наконец-то фактически да потому что они же реально там они половина такой половина они вот эти вот и зиты которые здесь там бегают они такие же как малой посол да они там шпилит на мусоров 80 процентов друг друга сдают а потом но это когда сидят здесь у вас рыночные отношения кухонные но вот это вот все поэтому да иногда бывает смотрю бывает смотрю для того чтобы вот например такого фрукта там выловить который еще чешет что живет в париже сам насколько понимаю живет в бельгии но в любом случае есть возможность что где-то там в бельгии или в париже его можно будет нахватить да а дырявый это же не мат дырявый это это просто определение и кирилл это у него фамилия такая фактически у него фамилия на но это повествует о том как его наворачивали на на болт у него фамилия веретенников кирилл веретенников поэтому гайка потому что наворачивается на болт вот ладно в пасху еще не хватало светлую седмицу говорить обо всякой этой нечисти в любом случае дырявые маты только на физре не есть дырявые матрасы даже с салом копченым салом таким это мулатки и всякие прочее ладно в общем в любом случае дырявый ну да это но в его случае точно да на самом деле ну как может быть душа у у садомита сергей синкарев цинкарев правильно же привет я тоже в канаду интересная страна и паспорт этой страны кстати интересно было бы сделать до состояния ладно ребятки все наверное на этом какие-то вопросы уже будем обсуждать дальше я надеюсь что следующий стрим будет уже в гораздо более интересном месте в гораздо более красивым в гораздо более располагающим к беседам там не будет кричать попугай политик вот этот вот который путина определяет все будет хорошо и правильно сапоги сандали хали гали адиос поэтому я и и и и и и и и